В этом году капитально отремонтируют более 600 многоэтажек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Работы на некоторых объектах уже начали. К выбору подрядных организаций мэрия подходит очень строго. С одной из таких компаний контракт расторгли из-за некачественной работы. С подробностями Александр Вяткин. В таком подвале можно даже жить, уверяет старшая по дому. Здесь и сухо, и тепло. Хотя прежде этот дом топило каждую весну. А было раньше ни пройти, ни проехать. Вода была вообще-то, у нас бугры вот такие, ямы, всё-всё. А сейчас у нас всё сделали, засыментировали, всё сделали прекрасно. Этот дом построили в 1931 году. До этого объект уже обновляли 40 лет назад. Этот капитальный ремонт для многоэтажки второй. Заменили систему теплоснабжения и отремонтировали подвал. Заменили щитки и электропроводку. Заменили систему канализации и водоотведения. И обновили фасад. На все работы ушло более 6,5 миллионов рублей. Тем, как отработали ремонтники в этом доме, жители довольны. Но так бывает не всегда. В этом году муниципалитет уже расторг договор с одной подрядной организацией. На карандаше ещё несколько. С каждым годом капитально ремонтируют всё больше домов. Но при большом объёме работ и о их качестве забывать нельзя. В прошлом году сделали более 300 объектов. Это очень большие цифры, потому что примерно раза в три больше, чем обычно мы всегда выполняли по городу. То есть это очень большие объёмы. Их надо ещё более нарастить, ещё в два раза больше. То есть свыше 600 объектов на 2016 год. Как вы понимаете, объёмы очень большие. Большие затраты, в том числе на отдельные многоэтажки. Ремонт первого дома по улице Салтыково-Щедрина обойдётся почти в 16 миллионов рублей. Работа в самом разгаре. Замена кровли близится к завершению. Работали всю зиму. Остался ремонт подвала и переподключение теплоснабжения. Сделать это можно будет только в мае, после завершения отопительного сезона. Ремонт – это не новострой, это не одно типовое решение. Это разные какие-то моменты, которые выполняются по ходу. Для наращивания темпов ремонта многоэтажек сейчас прорабатывают вариант с привлечением строительных организаций, задолжавших муниципалитету за аренду земли. Если не могут расплатиться деньгами, придётся отрабатывать долг. Александр Вяткин, Дмитрий Канн. Новосибирские новости.